Кризис — это время возможностей. Выигравшие уже есть, и на них это упало практически с неба. С января по март рост нашей выручки месячный 500%. Бенефициарами являются многие компании, и особенно те, у которых есть бургеры. Люди нервничают и заедают стресс. Нам повезло, что у нас есть своя поисковая система, своя почтовая система, свои социальные сети. У вас рост в 34 раза? Или как это? Люди все больше и больше часть своего капитала переводят в криптовалюту, чему мы, конечно, несказанно рады. Во ВКонтакте наблюдается бурный рост аудитории. Мы в марте пробили отметку в 100 миллионов активных пользователей за месяц. Телеграм сопоставимо может обеспечивать такой же уровень доходов, как заблокированный площадок. Серьезными бенефициарами будут те, кто умеет чинить станки и оборудование. Если хорошо сесть, подумать, то любой бизнес можно вывести на какой-то новый итог развития. Не Фарбсы Привет, друзья! Меня зовут Ярослав Бабушкин. Это не Фарбсы. Сегодняшний эфир мы посвятим тому, кто выиграл, естественно, в плане бизнеса, в сложившейся экономической ситуации. Кажется, что не выиграл никто, но это не так. Выгодополучатели есть всегда. Давайте разбираться. Компаний, которые вышли победителями из этой непростой ситуации, как оказалось, немало. Но все же пострадавших, конечно, куда больше. Да и у счастливых обладателей неожиданных бенефитов в бизнесе сейчас много сложностей и нюансов. Как говорится, не все так однозначно. О том, кого можно назвать победителями в этой странной экономической гонке, мы поговорили с экономистом Александром Аузаном. Какие компании в России могут выиграть от сложившейся ситуации? Что за бизнесы? Во-первых, выигравшие уже есть, и на них это упало практически с неба, потому что, заметьте, тот валютный горб, о котором мы говорим, что сначала рубль резко падает, а потом он возвращается практически к прежним показателям, он же позволил многим розничные цены поднять и не опустить. Они уже сняли сливки с этой самой ситуации. То есть выигравшие, конечно, есть. Во-вторых, безусловно, те, кто конкурировал с иностранными компаниями, ушедшими, они даже не занимая их места, не нанимая их рабочих, не занимая их офисы, они уже имеют менее конкурентный рынок, более прямой доступ к потребителю, большую популярность своих брендов и так далее. Они тоже выигрыши. Ну и, как всегда в кризисе, я бы сказал, что вся ситуация в кризисе непредсказуема, а значит, это для венчура правильное время, для стартапов, которые, например, будут искать решения, очень необходимые решения по замене тех технологических товаров, которые имеют критическое значение и которые мы не производим. А хотелось бы, чтобы производили. Вы говорите про полупроводники, микропроцессоры. Конечно, да. И подшипники, и много что еще. А про освободившиеся рынки мы понимаем, что рынок одежды, дизайна, фармацевтики. Я думаю, что люди легко, как потребители, могут определить, в каких сферах образовались дыры и ниши, требующие входа. Как оказалось, дыры и ниши образовались в сфере сантехники. Например, РБК со ссылкой на исследование строительной компании Pridex писали, что после начала специальной военной операции рост цен на унитазы составил до 70%. Да уж, не таких перемен мы ждали в 2022 году. Кажется, что основными бенефициарами этого кризиса стали Китай и Турция, залатывающие дыры после ухода европейских брендов. И не только в сегменте сантехники. Но кто же среди российских компаний смог обогатиться? И есть ли такие вообще? Производители водки заметили рост объема розничных продаж. В первом квартале 2022 года он вырос на 6,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года. Так сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей. А после приостановки деятельности Макдоналдса в России, многим могло показаться, что фастфуд – это новая золотая жила. И до того, как появилась информация, что Макдоналдс под новым брендом может открыться уже в середине июня, казалось, что у Теремка есть все шансы заменить американского конкурента. Основатель компании Михаил Гончаров много раз критиковал Макдоналдс. Вот, например, отрывок из его поста. Когда я говорю про засилье и немыслимую свободу в России для всяких Макдоналдсов, меня поднимают на смех, но мы еще умоемся этими бургерами и кировавыми слезами, будем плакать от этого российского бизнеса. Многим казалось, что наконец-таки сбылась мечта Михаила. Есть вероятность, что Макдоналдс уйдет с российского рынка, но Гончаров опроверг эти догадки. Место Макдоналдса в России, конечно же, никто не займет, так как аналогичного по сложности и системе бизнеса в России ни у кого сейчас просто нет. Теремок и другие представители российского бизнеса не создавались как конкуренты Макдоналдсу, просто потому что мы так, как они, делать не умеем. Все это появляется за счет десятилетий тяжелого труда, сотен тысяч руководителей, маркетологов и инженеров, да еще и с помощью стимулирующих развитие мер правительства. Пока у нас этих мер нет, от слова вообще. Даже наоборот, те меры и режимы работы, что есть, стимулируют деградацию и загнивание любого крупного бизнеса. За все 32 года в бизнесе я не видел ни единой попытки нашего государства помочь и стимулировать развитие бизнеса. После этих слов власти Москвы в рамках финансовой поддержки предпринимателей дали теремку грант в размере 2,5 миллионов рублей на открытие двух новых ресторанов. Для огромной сети это, конечно, просто сущие копейки. Однако Гончаров считает, что можно говорить и об открытии 15-20 заведений, если программу продлят до конца года. А в течение 2-3 лет теремок готов расширить сеть, запустив 200-300 ресторанов по всей России. Многим кажется, что вы бенефициар этого кризиса, потому что МакДак закрылся, многие фастфуды приостановили свою работу. Что происходит с теремком? Специально сделал отдельный пост, посвященный МакДональдсу. И для меня было важно свою позицию обновить. Потому что иногда люди слышат то, что им хочется слышать, а не то, что ты говоришь. Я никогда не выступал против МакДональдса, против ограничения конкуренции. Никогда не говорил, что его нужно закрывать. Об этом и слова никогда не было. И в этом смысле никакой радости у меня торжествования нет. Ну и кроме того, я вас могу порадовать в чем-то. Бенефициарами являются в целом многие компании. И особенно те, у которых есть бургеры. У меня есть информация, что в одной из компаний рост оборотов составил 40%. В компании с пиццами рост составил 10%. А у кого-то 15-20%. Стало ли у вас больше посетителей? В целом в доступном сегменте стало больше у всех. Я думаю, процентов на 5-10 это как минимум. Но это связано прежде всего с тем, что люди нервничают. И я так понимаю, заедают стресс. Много достаточно людей, я так думаю. Откладывали деньги на ипотеку, на покупку автомобиля, на поездку за рубеж. И, наверное, отложив эти покупки, они поняли, что жить нужно здесь и сейчас. И, в общем-то, надо идти и, в общем, кушать, заедать стресс. Вы в своем посте, посвященном Макдоналдсу, как раз писали, что это не так просто в один день его заменить, что это сложная очень система. Можете раскрыть эту мысль? Потому что сейчас мы видим в СМИ там упоминание, что Тимати сразу подал там патент в правительство Москвы на открытие фастфуда. В Госдуме нам говорят, что на этом месте должно быть на следующий день кафе у дяди Вани. Почему этого не может произойти? Этого не может произойти, потому что Макдональдс – это сложный механизм, который создавался 70 или 80 лет, вот сколько существует компания. И, безусловно, на местах Макдональдса могут быть открыты заведения, но они не смогут работать с таким средним чеком. То есть мысль достаточно простая. Безусловно, заведения там откроются. Но могут ли они заместить именно с учетом ценовой политики – это однозначный ответ нет, по крайней мере в ближайшее время. Потому что выстраивание такой системы, как у Макдональдса, требует большого достаточно времени. И, кроме того, сильный бренд – это тоже один из факторов больших оборотов. Вот закрывается Макдональдс в Америке. Заместят его или не заместят? Отвечаю. Макдональдс на точку торгует в среднем в Америке в два раза больше любого конкурента. Поэтому точно не заместят. То есть если любой из конкурентов откроется на месте Макдональдса, выручка будет в два раза ниже. Это даже в Америке. И с учетом того, что там такой существует топ-100 сетей фастфуда. И на сотом месте компания, которая в несколько раз больше первых мест России. Макдональдс – это исключительное явление. И в этом смысле, конечно, замещение кем-то произойдет. Но замещение с учетом веса бренда и ценовой политики не произойдет. Вы также писали про преференции, которые были у Макдональдса. А что это за преференции были? Ну, например, первые годы у них было несколько помещений, которые они снимали за один рубль за квадратный метр в год. То есть получалось, что Макдональдс – это двухэтажный особняк на Арбате старом. Они в год платили 1500 рублей. Или 1500 рублей в месяц, или в год. И мне рассказывали близкие друзья, что в одном из городов-миллионников в ЦУМ собственнику позвонили из администрации губернатора и в приказном порядке заставили расторгнуть договор аренды с российским брендом, который на этаже, была большая концепция формата муму, грабли, и посадить туда Макдональдс. Соответственно, запугивая проверками и прочим-прочим. И таких примеров очень много. Владелец Зары – один из богатейших людей мира, там входит в десятку. А в России ремонт всех этих Индитекс-магазинов делается за счет торгового центра. То есть заходит российский бренд, он вынужден… Ну, не то, что вынужден, это просто никто и не предполагал такую тичь, что ты арендуешь помещение, что тебе кто-то будет твой ремонт оплачивать. Но когда ты с российским брендом открываешься, ты платишь сам, а когда открывается Индитекс, торговый центр оплачивает ему ремонт. Но находятся оригиналы, которые говорят, так чуть ли не все правильно, это же якорный арендатор, а сколько он людей приведет? Я говорю, не, а давайте по-другому смотреть. Вот есть режим некой конкуренции. Вот вы и они, вы вложили 200 тысяч долларов, а им дали 800 тысяч долларов. Вопрос, у кого будут цены ниже и кому за кошелек покупателя легче конкурировать? Вам надо 200 тысяч долларов сначала отбить, а потом вы будете, возможно, что-то зарабатывать. При том, что у вас за метр еще и аренда будет за метр в 2-3 раза выше, чем у Индитекса. После признания мета-экстремистской организации и запретов Фейсбука и Инстаграма королем онлайн-вечеринки стал ВКонтакте. Да-да, тот самый ВКонтакте, который был популярен в далекие нулевые и десятые. Бывшие пользователи снова ринулись в соцсети, а юные блогеры начали пытаться разобраться, как пользоваться этим непривычным и непохожим на Инсту приложением. В ВКонтакте наблюдается бурный рост аудитории. Мы в марте пробили отметку в 100 миллионов активных пользователей за месяц, а наша дневная аудитория выросла на 9%. Все говорили, что из ВКонтакте наоборот уходит аудитория. Я вот свою страничку раскопал с университета просто. По всем исследованиям, наоборот, наша аудитория укреплялась. Просто нужно понимать, что у каждой, наверное, социальной сети есть какие-то свои паттерны, своя активная аудитория, своя менее активная аудитория. Но мы там, скажем так, и в молодой аудитории достаточно хорошо преуспели, запустив в июне 2020 года ВК-клипы. Это платформа, где, собственно, все пользователи могут размещать видеоролики вертикальные, с музыкой, с танцами, с чем угодно, и активно, скажем так, продвигать там свое творчество. Вот так и стоит важно отметить и большое влияние музыкальной нашей платформы, и обновление, в принципе, в ЭК-музыке. Мы уже на протяжении многих лет открываем постоянно новые имена, запускаем карьеры артистам. Я понимаю, что ВКонтакте очень много функционала, всегда его было там очень много. Что сегодня является вот таким кором, который двигает вперед? Это ВК-клипы, аналог там ТикТока? Во-первых, это мессенджер. ВКонтакте исторически используют для общения, и внутри этого мессенджера мы запустили не так давно, точнее, ВК-звонки мы уже запустили давно, мы не так давно дали возможность в ВК-звонках созваниваться неограниченному количеству людей по видеосвязи, в общем, без каких-то ограничений по времени, что на самом деле не дает ни одна другая любая платформа. Но про музыку я сказал, что это сервис номер один по аудитории, уже так же много времени. Стоит отметить, конечно же, клипы, и, наверное, здесь давайте еще поговорим про ВК-видео, платформу, на которой пользователи могут проводить прямые трансляции, могут, в принципе, смотреть как и UGC-контент, так и контент от киностудий, от разных продакшенов, от блогеров в том числе. И, опять же, на платформе ВК-видео у нас за февраль-март наблюдается достаточно тоже большой рост просмотров, доходящих в сутки, если я не ошибаюсь, до 1 миллиарда. А недавно ВК объявил, что вскоре запустит отдельное приложение для видео. В общем, похоже, движение в сторону функционала Ютуба началось. А у вас есть цель заменить, условно говоря, Ютуб, Инстаграм, или это невозможно? Никогда мы не преследовали такой цели. Мы старались всегда в первую очередь делать наш сервис конкурентоспособным, удобным, дающим пользователю, точнее, решающий абсолютно любые задачи пользователя, его вопросы, чтобы он мог как и решать вопросы коммуникации, так и вопросы развлекательного контента. Ну, в общем, одним словом, просто чтобы пользователю хотелось ВКонтакте проводить как можно больше времени. А будет какая-то модернизация именно ВК-видео? Потому что сейчас сложно это сравнить с Ютубом, потому что, конечно, Ютуб – мощная история с системой рекомендаций, совершенно уникальной. Какая работа в этом направлении сейчас происходит? Мы давно, на самом деле, уже поняли все важное совершенствование рекомендательных алгоритмов для наших сервисов. И вот осенью, например, ВК-видео представило видеовитрину, на которой есть интеллектуальная система поиска и рекомендаций. Там лежат такие же технологии машинного обучения, ну и это помогает пользователям находить интересные видео, какой-то персонализированный контент. А насколько ВКонтакте вообще готов к такому потоку пользователей? Потому что, например, Рутюб, мы тоже с него пыль сдули, полтора суток мы грузили выпуск наш. Мы совершенно точно к этому готовы. Наши системы обслуживают порядка 20 тысяч серверов. Это, на самом деле, огромное количество оборудования, которое рассчитано на большие мощности. И мы всегда держим руку на пульсе, обновляем наше оборудование, различные технические решения. Что с блогерами сегодня? Как вы их привлекаете для ВК-клипов? Это привлечение блогеров на коммерческой основе? В первую очередь мы помогаем блогерам с обучением нашего широкого инструментария, чтобы они, скажем так, не просто смогли выкладывать фотографии, не просто загружать клипы, а в принципе, чтобы они могли себя чувствовать на площадке уверенно, использовать максимум ее возможностей для коммуникации с аудиторией. Наверное, этот персональный подход нас всегда и отличал от любых других площадок в общении с лидерами мнений. Мы всегда старались оперативно решать вопросы, если вдруг кто-то забывал пароль, не мог как-то иначе получить доступ. Реально в любое время суток всегда выходили на связь, помогали, и, в общем-то, наверное, это и помогло нам получить, в первую очередь, такой основной приток аудитории. Что касается дальнейшей работы с авторами, то здесь стоит поговорить о монетизации. Во-первых, у нас есть очень полезный инструмент, который называется VK Donut. Он дает возможность оформлять персональную подписку на паблик, чтобы получать какой-то специальный особенный контент от автора. Тем самым все наши авторы могут начать дополнительно монетизировать свой контент и получать напрямую от своих самых активных подписчиков заработок. Ну, а также мы решили отменить комиссию от выплат по рекламе, в рекламе, которая размещается внутри сообществ. И это также, ну, примерно попытались оценить, какой суммой мы пожертвовали. Это около 600 миллионов рублей. Опять же, все эти деньги будут направлены в сторону автора, в сторону монетизации их контента. Какие еще есть способы монетизации на площадке? Безусловно, если говорить про видеоконтент, то это монетизация в виде рекламы. И также, если нам официально блогер или официально какой-то телеканал отгружает свои видеоролики, он также может получать монетизацию из рекламных роликов перед видео. Что касаемо музыкантов, то тут у нас уже система, которая работает с 2016 года, что, в общем-то, у нас полностью легальная платформа, что, в общем-то, что уж тут говорить, можно просто, мне кажется, посмотреть на соцсети рэперов, как они там, многие катаются на дорогих машинах, и быть уверенным в том, что как раз-таки уже, наверное, там большую часть своей прибыли. В первую очередь, я, наверное, говорю про молодых рэперов, про вообще, скажем так, музыкантов, работающих на молодую аудиторию. Они получают деньги со стриминга, и, в общем, ВК-музыка занимает достаточно большую долю в этих выплатах. А что вы сегодня даете брендам? Например, я помню, у вас были персональные стикеры для брендов, да, можно было купить. Какие вот сегодня есть плюшки для именно рекламодателей? Ну, у нас есть много возможностей для вообще развития бизнеса и общения с клиентами. Это рекламные платформы для каких-то действительно кастомных проектов брендов. Стикеры и подарки, очевидно, самые популярные инструменты, но на самом деле решений есть намного больше. Команды, в общем-то, разрабатывают эти кастомные проекты, в общем, которые помогают решать какие-то уникальные задачи. Это могут быть, в общем-то, интерактивные посты с игровой механикой, запуск быстрых промо-акций с чекбэк-механикой, где ты фотографируешь чек, после покупки получают какие-то бонусы. Брендированные мини-приложения, в общем-то, считай свой какой-то мини-сайт, прям встроенный внутрь ВКонтакте с игровой механикой. Ну и какие-то нетривиальные механики, в общем-то, мы готовы полностью здесь экспериментировать с рекламодателями, быть гибкими. Вообще, на самом деле, инструменты и подходы зависят от цели и стратегии каждой компании. Нас, конечно, волнует видеоконтент ВКонтакте. Как рассчитывается монетизация ВКонтакте? По каким принципам? Вот на ютюбе было важно, какой у тебя возраст аудитории, кто смотрит, какой контент, продолжительность, какие фишки есть ВКонтакте? Мы еще раз с тобой прям подытожим варианты монетизации. Да, давай. Как я сказал, значит, первый вариант монетизации – это Вики Донат. Это ты делаешь эксклюзивный какой-то контент для своих подписчиков. Стрим. Они заходят тебе в паблик, и ты начинаешь это монетизировать. Дальше партнерская программа – это когда, в общем-то, участники публикуют свой контент в своих сообществах и получают от этого пассивный доход в виде процентов от общих доходов площадки с рекламы. Третий момент – это для как раз-таки авторов уникального контента возможность монетизации видео, аудио и мини-приложений. То есть если вы создали уникальный контент, оригинальный видеоконтент, вы нам его отгружаете, и вы получаете монетизацию дальше всего рекламы. Мы на самом деле весь гайд по тому, как настроить правильную всю систему монетизации мы собрали в сообществе ВКонтакте для авторов, поэтому можно туда зайти и более детально с этими всеми вопросами ознакомиться. И еще отмечу очень важный момент, что можно по таким вопросам смело обращаться в нашу поддержку. Мы ее усилили, она работает у нас 24 на 7. Михаил Бурмистров, генеральный директор компании «Инфолайн Аналитика», считает, что происходящее сейчас – мощнейший шок для экономики. Но для кого-то шок приятный. Сейчас российская экономика находится, наверное, по уровню вызовов, которые перед ней стоят. Это примерно та же ситуация, которая была нечто среднее между кризисом 1998-1999 года. Это, скажем так, с точки зрения каких-то аспектов, связанных с ситуацией на, допустим, валютном рынке, ситуации с ВВП и так далее. И при этом в некоторых аспектах, а это в первую очередь в аспекте логистическом и в аспекте, связанном с теми или иными историями, связанными с производственными цепочками и производственно-логистическими цепочками, это что-то сопоставимое с развалом Советского Союза. То есть когда одномоментно были разорваны большое количество основных производственных цепочек, поставокомплектующих, сырья и так далее. И на это на все еще дополнительно накладываются совершенно беспрецедентные в мировой истории санкции, которые сейчас постоянно усиливаются со стороны так называемых недружественных нам стран. Это вот контекст. Конечно, в таком контексте в экономике происходит определенный набор событий. И эти события связаны как бы в первую очередь, и вот, наверное, то, что сейчас мы там вот в марте наиболее ярко увидели, это моменты, связанные с товарным дефицитом. То есть товарный, понятно, что это не та ситуация, как это было в начале 90-х, когда у нас были, в принципе, пустые полки, например. Но если мы посмотрим там определенные товарные позиции, ну, не знаю, критически провалились продажи автомобилей, потому что цены на них совершенно фантастически выросли, ряд заводов остановлен, поставки дорогих иномарок из ряда стран остановлены из-за санкций. То есть автомобильный рынок, он сразу как бы сжался там более чем в два раза в физическом выражении. Ну, как бы в денежном там, понятно, не так, может быть, все резко, потому что там цены очень сильно выросли. Плюс какие-то позиции просто-напросто пропали. И дальше, в общем-то, вот этот вот товарный дефицит, точнее, ожидание товарного дефицита, ожидание ограничения поставок из тех или иных стран по импортным товарам, особенно по тем или иным там достаточно дорогим товарам, они привели к такому масштабному, скажем так, потребительскому ажиотажу. В условиях ослабления рубля покупатели пошли быстро тратить, соответственно, как бы деньги, которые у них есть для того, чтобы купить товары длительного пользования. И в целом, на самом деле, если смотреть на такие вот основные как бы рынки, то, конечно, поставщики строительных и отделочных материалов, они могут испытывать определенные поводы для оптимизма. Почему? Потому что исторический бюджет на покупку строительных и отделочных материалов, в проведении ремонтных работ, он сильно связан с бюджетом на туризм. То есть в туристическую поездку не поехал, ну почему бы часть денег не потратить на то, чтобы для дома что-нибудь себе хорошее купить, что-нибудь, какой-нибудь ремонт сделать. Одна история. Вторая история – автомобили. Автомобили сейчас как бы практически нет, те, которые есть, дорогие и так далее, поэтому купить что-то как бы крайне тяжело. Тоже такая связанная история. Ну как бы машину не купил, ну хотя бы там инвестировать что-то там в дом, в загородный дом, в квартиру, куда-то еще. То есть есть сегменты, которые, ну вот исторически в условиях там как бы такой специфики, они могут себя чувствовать несколько более позитивно с точки зрения того, что претендовать на несколько большую часть бюджета. Крупнейший национальный игрок на рынке мебели и товаров для дома – это компания «Хофф». Она, например, почувствовала прирост спроса, связанный с тем, что Икеа закрыла свои магазины. Да, это как бы можно сказать, что они в определенной степени стали вот как бы здесь бенефициарами. Ну, наверное, можно так сказать. Мы хотели вам рассказать о крипте, которая выиграла от нестабильной ситуации с курсом валют, банковскими картами, проблемами с денежными переводами и свифтом. Но пока мы готовили этот выпуск, ситуация кардинально изменилась. Произошел сильнейший обвал на крипторынке. Цены биткоина и эфира упали, обвалился стейблкоин терра USD, курс луна обрушился почти до нуля. Перечислять можно еще долго. При этом Binance ввел ограничения для россиян с большими криптоактивами. Но, несмотря на все это, легализация криптовалюты как платежного средства на территории России – лишь вопрос времени. По крайней мере, по мнению главы Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова. Да и в общем, эксперты прогнозируют перезагрузку рынка криптовалют. Они считают, что в будущем рыночная капитализация цифровых активов снова вырастет, и, возможно, этот крах в итоге приведет к созданию новых инновационных инструментов. Мы поговорили с директором ведущей мировой блокчейн-экосистемы Binance в России, Владимиром Смеркесом, о том, что ждет криптовалюты в нашей стране. После начала специальной военной операции Путин в Кремле собрал ключевых самых крупных бизнесменов, миллиардеров. И там, по-моему, впервые речь зашла о криптовалютах. Скажи, пожалуйста, какой это дало сигнал рынку? Ну, мне кажется, разговор о криптовалютах в органах государственной власти, в том числе у президента, был не впервые. В 2017 году еще он встречался с Виталиком Бутериным, нашим бывшим соотечественником. Поэтому криптовалюта такая тема, которая обсуждается последние, наверное, пять лет. И мнение в органах государственной власти разное, но сейчас кажется, что все-таки лейтмотив звучит достаточно позитивный. С точки зрения законодательства сейчас идут какие-то инициативы, чтобы максимально упростить, чтобы легализовать криптовалюты полностью? Мы помним, как в январе позиция ЦБ достаточно ярко была озвучена. С того времени прошло достаточно много событий. Мы видим, что Министерство финансов Российской Федерации подготовило законопроект, который мы со своей стороны поддерживаем концептуально. Минэкономразвитие внесло ряд правок, потому что, конечно, дьявол обычно в деталях. И, например, майнинг требует дополнительных уточнений. Мы посмотрим, будем наблюдать за тем, как законопроект движется по своему пути для принятия. И майнинг в России не является запрещенной какой-то функцией. С точки зрения криптовалют мы знаем, что сейчас можно покупать, продавать, хранить криптовалюты. Ну, а, собственно говоря, оперировать с центрами обработки данных никогда не было запрещено. Я брал у Виталика Бутерина интервью в 2017 году, и он тогда уже сказал, что майнинг – это какая-то тема из прошлого, уже не актуальная история. А мы видим, что прошло уже пять лет, и до сих пор появляются люди, которые покупают эти майнеры, майнят. В чем сегодня там бизнес, и кто сегодня с этого может выиграть? Я знаю, у нас вот в Иркутске, по-моему, очень выгодно этим заниматься. Ну, с изменением курса валют, например, электричество в долларовом эквиваленте становится дешевле. Майнинг биткоина будет продолжаться приблизительно по разным оценкам до 2140 года. Действительно, там, например, с эфириумом или с BNB, нашей нативной валютой. И BNB в данный момент добывается по технологии Proof-of-Stake, то есть когда важно количество монет на твоем кошельке, а не вычислительные мощности. Эфириум движется также в эту сторону. Конечно, эта ситуация будет меняться, но, тем не менее, биткоин занимает достаточно большую долю в майнинг мощностях и вообще, в принципе, в криптоэкономике. Больше 40% доминации биткоина до сих пор. Он остается основной, такой основополагающей валютой, самой большой по капитализации. Поэтому его майнинг, я думаю, что будет продолжаться. Я знаю, что много, на самом деле, вопросов по майнингу, в том числе различные знаменитые люди поднимают вопрос о его, так сказать, экологичности. Но если мы возьмем вообще финансовый, например, сектор и посмотрим на улицы крупнейших городов мира, посмотрим на все вывески, которые существуют, горят, используют электроэнергию, все банкоматы, все отделения, все принтеры, которые печатают огромное количество документов, а блокчейн-индустрия, наоборот, избавляется от максимального количества посредников, то здесь вопрос про энергоэффективность, если мы это сейчас обсуждаем, очень такой неоднозначный. И я не уверен, что, собственно говоря, классические финансовые системы потребляют меньше энергии, чем, например, добыча биткоина. А что вы думаете по поводу блокчейна и криптовалют? Потому что вот на встрече с крупным бизнесом, по-моему, 25 февраля, да, она была Путина с нашими такими крупными форбсами, миллиардерами, и там тоже прозвучала эта тема, как будто бы мы идем к легализации криптовалют и, возможно, станем криптостраной. Я думаю, что криптовалюта – это один из предметов борьбы во всем мире, конкурентной между правительствами и цифровыми системами, цифровыми платформами, потому что, ну, в принципе, правительство хотели бы удержать за собой монополию эмиссии денег. Это тоже понятно. И жесткая позиция правительства Китая, что никакой крипты, она из этого исходит, и жесткая позиция нашего Центрального банка тоже понятна. Ничего себе, эти цифровые экосистемы не только будут конкурировать с государственными институтами, а это так, потому что всякие шеринговые платформы, цифровые сервисы, они пользуются большим доверием, чем государственные институты во всем мире. Они теснят государство в функциях самых неожиданных – суда и полиции, потому что рейтинг и агрегатор – это что такое? Это выделение какой-то доли рынка, ожидаемых доходов, а удаление с платформы – это все равно, что полицейский вас в изоляцию поместил. Так вот, конечно, еще и в макроэкономику пустить цифровых гигантов правительство не хотят, но я думаю, что у России сейчас цукс-ваг, потому что в условиях практически блокады крифта оказывается, безусловно, одним из способов выхода во внешний мир. Общение, схем перевода – это видно уже по тем людям, которые, так сказать, эвакуировались в ближайшие от России страны, они сохраняют какие-то денежные отношения с Россией, все-таки в значительной степени, в том числе за счет криптовалют. Почему я часто слышу, что надо ехать майнить в Бурятию и в Иркутск? С Иркутском и с Бурятией две истории. Во-первых, в нашей стране разная стоимость электроэнергии по всей стране. Условно говоря, в Москве дороже, в Иркутске дешевле, поэтому, конечно, все бьются за стоимость розетки. Ну и, конечно, климатические условия в Иркутске лучше, в Иркутске чуть-чуть прохладнее, чем в других регионах в России, поэтому меньше средств надо тратить на охлаждение, например. Вот такие простые причины, почему Иркутск, например, достаточно популярен среди майнеров. А дефицит сейчас есть каких-нибудь составляющих для этих майнеров, если сравнить с автомобилями, например? Ну, с тех пор, как мы все привыкли к мемам по пониманию, люди научились все-таки уже с деталями и с майнерами разбираться. В целом, за несколько месяцев предприниматели, которые занимаются майнингом, могут доставить себе на свою ферму, собственно говоря, новые оборудования. Есть большой рынок БУ-оборудования. Поэтому такого острого дефицита, наверное, нет. Единственное, что, конечно, производители адаптируются к текущим реалиям, к сложностям, к наградам, которые получают майнеры. И стоимость оборудования может варьироваться в связи с этим. То есть, когда 150, например, процентов годовых, мы видим потенциальную доходность, соответственно, майнеры стоят дороже, чем когда мы видим ее потенциальную доходность 50%. То есть, спрос и предложение формулируют цены в том числе и на оборудование. Какие еще есть способы заработка на криптовалютах сейчас? Объясни самые простые принципы. Самые простые примеры, наверное, заработка инвестиций в криптовалюты. Их, пожалуй, 5-6 штук. Первая – это торговля криптовалютами. И она может быть разной, понятно. Кто-то занимается торговлей ботами, кто-то занимается ежедневной торговлей, кто-то просто купил, например, биткоин и держит его в надежде на дальнейший рост. То есть, очень простая история. Есть различного рода деривативные продукты. Я, кстати говоря, рекомендую зрителям, которые не сталкивались с инвестициями, не сталкивались в том числе с фондовым рынком, например, не заниматься сначала с деривативами, пойти, например, на ту же Binance Academy, поучиться изучить, как инструменты выглядят. Есть деривативы, собственно говоря, фьючерсы, есть торговля с плечами. То есть, много разных инструментов, таких альтернатив к классической торговле и криптовалютами. Она достаточно еще более, так сказать, волатильна, еще более опасна для начинающих инвесторов. Поэтому, безусловно, сначала нужно получить какое-то базовое образование для того, чтобы это просто не казалось какой-то магической монетой, которая несет доход. То есть, нужно понимать, что это такое. Ну, хотя бы ответить на вопросы, что такое майнинг, чем отличается один блокчейн от другого. Немного времени на изучение нужно, но хотя бы базовую основу я рекомендую всем людям, которые вообще заходят в рынок, знать. Это как и во всем, собственно говоря. Потом, безусловно, появилось большое количество продуктов, связанных с протоколами, со стейкингами, с фармингами. Грубо говоря, если представить себе классический обмен валют, где есть доллары, например, и рубли, понятно, что обменнику необходима ликвидность, то есть те самые деньги, которыми они будут торговать. Потому что если придет покупатель, например, доллара или рубля с валютой, и там не будет другой валюты, соответственно, он никакую операцию совершить не может. Так вот, например, в блокчейн-мире есть такие тоже автоматизированные разные протоколы, которые позволяют людям, например, менять одну валюту на другую, или давать взаим, например, одну валюту под залог другой. И вот можно давать средства в такие вещи, в стейкинг, в фарминг, и получать комиссию от протокола, который это делает. У нас там, например, тоже целый раздел есть, который относительно низкорисковый инструмент такого рода предлагает. Владимир, я думаю, не все сейчас поняли, что такое стейкинг и что такое фарминг. Вот просто объяснить для самых маленьких. Для самых маленьких еще раз попробую объяснить. Собственно говоря, у нас, если есть обмен валют классический, если мы представим себе, например, обменник, который работает, например, физически в городе. Доллар на рубли, вот я понимаю. Доллары и рубли, да, абсолютно верно. Обменник не может работать, не имея своего капитала какого-то, не имея ликвидности так называемой. Вот для того, чтобы обменник работал, у него этот капитал должен быть. Вот в криптовалютной сфере, в блокчейн-технологической сфере есть такого же рода обменники, например, да, или есть компании-протоколы, которые, например, занимаются займом. Ты можешь под залог биткоина получить доллар, например, если не хочешь продавать свой биткоин по текущей цене. Так вот, этим протоколам, этим инструментам также нужна ликвидность, также нужны вот эти средства, при помощи которых они будут оперировать. Соответственно, они за свою работу получают определенную комиссию, да, когда человек, например, обменивает одну валюту на другую, он платит определенную комиссию. И в случае, если ты представляешь тот самый капитал для работы вот этим платформам, вот этим протоколом, ты можешь рассчитывать на определенную комиссию, да, которая этот протокол зарабатывает. Вот это называется, грубо говоря, стейкингом ликвидности, да, то есть ты даешь капитал для работы разного рода протоколов. Это еще один инструмент для того, чтобы зарабатывать на рынке. И вот у нас есть... Консервативный, насколько я понимаю, достаточно. Ну, относительно, в зависимости от того, какую монету вы будете, какие пары, например, вы будете фармить или стейкать, потому что есть соло стейкинг, да, когда вы одну монету кладете, и на нее начисляется доход. Как вот, может быть, вы знаете, есть такое понятие, как стейблкоин. Это тоже криптовалюта, которая обеспечена реальными, например, долларами, да, то есть один USDT, USDC или BUSD равен одному доллару. Там волатильность минимальная. Ну, и тем не менее, например, по последним данным, опять-таки у нас на платформе есть такого рода предложение, вы можете зарабатывать 10% годовых в валюте, 10% годовых в долларе. Понятно, что есть еще, конечно, майнинг, о котором мы говорим, да, и там у Binance есть отдельный пул, к которому вы можете подключиться, потому что есть, про майнинг интересно, что есть отдельные соло-майнеры, то есть, грубо говоря, как происходит. Вот есть миллионы этих машинок по всему миру, да, и все они ищут ту самую награду за то, что производят эти транзакции. И бывает так, что один отдельно стоящий майнер многие годы стоит, так сказать, производит эти операции и получает, например, награду в виде того самого там биткоина или там части биткоина, который на данный момент распределяется. Но обычно все майнеры, они подключаются к пулу для того, чтобы вся мощность пула, то есть большого количества подключенных машинок искала ту самую награду, добывала тот самый биткоин, занималась его эмиссией, грубо говоря. И вот у Binance есть такой пул, который помогает объединяться большому количеству майнеров. Майнинг, безусловно, тоже один из форматов инвестиций в блокчейн-технологии и криптоактивы. Например, людям, у которых есть аудитория, у которых есть хороший маркетинг, может быть, это артисты или там люди-инфлюенсеры, у которых там большое количество читателей, подписчиков, то таким людям потенциально можно делать свои монеты, и они могут стоить дорого. Вот почему тогда Бузкоин, я не знаю, не получился? Есть некоторые вещи и проекты, которые чуть раньше времени опережают свое время. То есть Оля Бузова обогнала время, ты считаешь? Не могу комментировать и предполагать, почему так случилось. Но на самом деле для, например, селебов, для медиа, для артистов, музыкантов, писателей и так далее придумана отличная история, которая называется NFT. Мне кажется, она гораздо лучше подходит, например, для того, чтобы и расширять свою фанатскую базу, увеличивать лояльность и делать какие-то уникальные вещи в виде треков, в виде авторских прав, в виде видео, уникальных моментов и так далее. Однако, например, у нас уже было несколько опытов. На сегодняшний момент три проекта запущены на Binance с большими спортивными командами. Это и футбольные команды, это и команды Formula 1, когда они выпускают, например, свои токены, это называется фэн-токены, и люди их покупают, и люди при этом могут принимать определенные решения. Понятно, что, наверное, не ключевые, там, уволить главного тренера или нет, но тем не менее, не знаю, под какую музыку может выходить команда, какого цвета форма будет. Владея этими токенами, ты можешь выиграть места в ложе, ты можешь получить встречу с любимым футболистом, ты можешь купить за эти токены, например, уникальные NFT-шки, которые к какому-то событию клуба выпускаются. Поэтому, например, на примере спортивных команд, на примере и Formula 1, и футбола, мы увидели, что такие вот площадки с аудиторией, как спорт, вполне себе могут выпускать свои токены и неплохо монетизировать, в том числе, получать достаточно большой доход. Мы же с тобой технологичные ребята и понимаем, что технологии начинают править миром в хорошем смысле этого слова. Это эффективно, это круто. Стартаперы – это новые рок-звезды такие, да? И, конечно, говоря о криптовалютной индустрии, о блокчейн-индустрии, мы понимаем, что она должна еще расширяться. То есть, условно говоря, и так уже достаточно большое количество людей, и поэтому криптовалютная индустрия в нашем лице и в лице коллег по цеху ищут новые способы роста. Помимо крипты, выйти победителем из дынешней ситуации может и IT-отрасль. В теории. Если не завтра, то послезавтра у наших цифровых компаний большая перспектива, и они поэтому должны получить поддержку даже не завтра, а сейчас. А во-вторых, это одно из проявлений нашего главного конкурентного ресурса – человеческого капитала. С точки зрения IT придется импортозамещаться. К счастью, у нас там свои IT-решения есть. То есть, у нас есть, допустим, 1С, которое понятно, что после ухода компании, допустим, САП, то есть понятно, что 1С будет в той или иной степени как бы развиваться и наращивать свою долю. Но при этом тоже надо понимать, что почти вся Россия работает на Майкрософте. И как бы в этом плане понятно, что до этого еще не дошло. Но если вдруг в моменте представить, что Майкрософт не будет работать, то есть понятно, что, конечно, никто не отменял использование какого-то пиратских программных продуктов. И действительно Россия – это все-таки страна, которая исторически к покупке IT-решений относилась, значительная часть населения относилась, скажем так, и населения, и бизнеса, к сожалению, тоже надо признать. Вот, относилась к таким скепсисам. Но это вот тоже очень большой риск. Ну не скепсисам, а денег у людей, наверное, просто нет на официальные программы. Они же стоят там по 30, по 40 тысяч и больше. Да, да, да. Нет, так я об этом и говорю, да. У нас ряд IT-решений органов власти используют Oracle, допустим. Да, там на SAP у нас крупнейшие компании работают. То есть это понятно, это все-таки очень как бы болезненные истории. Поэтому по поводу импортозамещения. Да, это как бы та история, которую целесообразно развивать. Ну, более того, на самом деле, я бы сказал так, что страна со столь независимой и столь, скажем так, жесткой внешней политикой, как Россия, ну, как выяснилось, да, что мы способны принимать очень жесткие решения, должна обеспечивать себе существенно больший уровень автономности с точки зрения вот какого-то вот набора именно экономических аспектов, чем на самом деле как бы предполагалось ранее. Заблокированный 4 года назад в России мессенджер, в котором теперь сидят все, начиная от Вячеслава Володина и Дмитрия Медведева, заканчивая Ольгой Бузовой и Гусейном Гасановым, тоже смог вырасти на фоне происходящего кризиса. Об успехах Телеграм мы поговорили с Георгием Лобушкиным, работавшим пресс-секретарем ВКонтакте еще при Павле Дурове. Георгий – эксперт по СММ, приближенной к команде Телеграм. Нужно понимать, что такое бизнес применительно к Телеграму. Поскольку монетизация там началась совсем недавно, и она очень пока, скажем так, аккуратно тестовая, он, конечно, выиграл. То есть, естественно, цель Телеграма – привлекать как можно больше пользователей. С точки зрения дохода пока не могу сказать, нет никаких открытых данных. Реклама запустилась только в конце прошлого года и в очень тестовом режиме на ограниченную аудиторию. Выросла, естественно, нагрузка. Естественно, выросло количество пользователей, количество подписчиков. И если говорить про бизнес внутри Телеграма, то есть Телеграм-каналы и те, которые размещают рекламу или боты, например, делают, то, конечно, выиграл, значительно выиграл. И очень сильно вырос рынок рекламы. Те блогеры, которые перешли с других социальных сетей, экстремистских, заблокированных и прочих, они привели, помимо всего прочего, помимо своей аудитории, привели еще и рекламодателей. Пока я не видел еще каких-то объективных исследований, но я думаю, что средний чек, конечно, вырос. С чего зарабатывает Телеграм? Вот этот вопрос, который волнует всех. Я слышал разные конспирологические теории. Кто-то мне говорил, что Дуров дал опцион арабам. Кто-то говорил какие-то другие версии, абсолютно не подкрепленные никакими фактами. Но ведь правда. Столько лет существует Телеграм. Откуда деньги, Зин? Откуда деньги? Значит, вначале Телеграм спонсировался исключительно из средств Павла Дурова, которые у него были накоплены на его предыдущей работе, скажем так. Потом, когда нагрузка росла, естественно, нужно было строить все больше каналов, все больше дата-центров, Павел Валерьевич Дуров хотел запустить проект под названием «Тон», и под это привлек какие-то инвестиции. Проект, к сожалению, не запустился. Инвестиции пришлось вернуть. И потом Павел Валерьевич Дуров стал привлекать займ, который, правда, тут важно еще оговориться, это не опцион на владение или контроль Телеграмом, это только долг. Он стал привлекать облигации, и за два раунда, по-моему, если мне не изменяет память, он привлек около полутора миллиардов долларов. Собственно, это было за два раза. Какие там фонды участвовали, по-моему, были в том числе и арабские, но в основном зарубежные. Сейчас, если говорить про то, как Телеграм пытается зарабатывать, это рекламная платформа, она сейчас тестируется, тестируется, насколько мне известно, на текущий момент, исключительно на русскоязычную аудиторию. Началось это в конце прошлого года. Выглядит это как маленькое объявление. В Телеграм-каналах внизу, когда вы прочитаете всю ленту канала, вам может показаться объявление. Но тут важно еще сказать, что доступ к этой официальной платформе очень сильно и искусственно ограничен. Там очень высокий чек, нужно на входе заплатить 2 миллиона евро и 10 миллионов потратить за год внутри Телеграма. У меня складывается ощущение, что команде и самому Павлу Валерьевичу Дурову вообще как будто не хочется монетизировать Телеграм. Это действительно правда. Монетизация, по мнению команды и Павла Дурова, ухудшает пользовательский опыт. Любая. Реклама, наверное, самый худший из этих форматов, который не любит Павел Валерьевич. Но что касается других способов, я думаю, что они могут быть еще когда-то в будущем найдены. Может быть, какая-то нерекламная монетизация. Но в целом, если даже посмотреть ретроспективно вообще историю продуктов, которые создавал Дуров, включая ВКонтакте, там было минимальное количество рекламы, еле заметное для пользователя и точно не мешало ему. Это не было, например, в ленте никогда. Сейчас рекламы до сих пор нету в ленте чатов. Если вы, например, не подписаны ни на один Телеграм-канал и пользуетесь им только как мессенджером, то вы рекламу даже не увидите. Те, кто подписаны на Телеграм-канал, да, они могут видеть эту рекламу, и она действительно, мне кажется, не покрывает расходов. Но, опять же, тут надо, как бы нет официальных данных, нужно подождать либо какое-то исследование, либо, может быть, Телеграм когда-то расстроит свои доходы. Но не только Телеграм ощутил приток новой крови. Многие блогеры, те, что порасторопнее, быстренько перегнали часть аудитории, запрещенной в России инсты, в Телегу. Правда, далеко не все пользователи были готовы к такой миграции. И вообще, начинать заниматься переселением Инстаграм-народов нужно было намного раньше. По крайней мере, так считает Алексей Ткачук, создатель нескольких ТГ-каналов и проекта Динейти в блоге о социальных сетях. Всегда говорил всем своим и клиентам, и на консультациях, в принципе, в блоге, что не стоит зацикливаться только на одной площадке, на заблокированных ныне Инстаграм и так далее. И всегда стоит развивать параллельно несколько медиа. И вот настал тот момент, когда я могу сказать, я же говорил, потому что Телеграм-канал у меня есть, и не один. И туда перешли все основные сейчас рекламные бюджеты. Но они все равно не сопоставимы же с теми бюджетами, которые были на Ютьюбе. Ну, о чем тут может быть речь? Реклама в ЧБД стоила несколько миллионов рублей, в Телеграме нет такой рекламы? Ну, в Телеграме нет такого количества просмотров. Если смотреть на стоимость, допустим, тысячи охвата, то Телеграм был самой дорогой площадкой. То есть стоимость тысячи охвата в авторских каналах, допустим, промаркетинг может доходить до трех-четырех тысяч рублей. Соответственно, стоимость контакта это 3-4 рубля за один контакт. И охвата могут быть, допустим, 40 тысяч на пост или 50 тысяч на пост. То есть, в принципе, уже сейчас есть цифры у разных каналов в 100 и 200 тысяч рублей за одну интеграцию. И это как бы абсолютно не того уровня продакшн, который был в том же ЧБД. С одной стороны. С другой стороны, опять же, есть крупнейшие каналы с миллионом аудитории выше, и в них стоимость уже начинает приближаться к цифрам, которые были в том же Инстаграм. С тем учетом, что аудитория, опять же, здесь в десятки раз меньше. То есть, в принципе, Телеграм с точки зрения вообще всех площадок был самый дорогой. Ну, могут подкасты только с этим немножечко сравниться, потому что там еще более вовлеченная прогретая аудитория, и там стоимость контакта бывает и 5, и 7 рублей за одно прослушивание. И если смотреть на динамику, опять же, сейчас сравнивают Телеграм для большей части лайфстайл-блогеров, селебрити, которые месяц назад сюда вообще пришли и узнали про эту площадку Инстаграм, который заблокированный и развивался там 10 лет последних. Это не совсем корректно. Перенести всю аудиторию очевидно ни у кого не получится. Там было, конечно, много перекрученных, накрученных, но в любом случае, если мы вот абстрадируемся от всего и говорим исключительно про доходы, Телеграм сопоставимо может обеспечивать такой же уровень доходов, как заблокированный площадок, как YouTube вряд ли, но он и не совсем эту функцию выполняет. Как сегодня вести Телеграм-каналы? Сколько нужно постов в день? Какие правила основные? Потому что многие пользователи приходят из разных социальных сетей и не понимают совершенно специфику Телеграма. Специфика у Телеграма на самом деле есть и она существенная, но вот сказать, что есть какие-то там золотые правила формата 2 поста в день, такого точно нельзя сказать про Телеграм, потому что мы как бы существуем в едином информационном поле, где есть новостные СМИ, которые публикуют 20 постов в день и их читают, а есть не знаю, паблики про моду интересные, которые там делают 50 постов в день и все у них хорошо, а есть авторские каналы, которые делают один пост, не знаю, раз в три дня и у них тоже очень хорошие охваты. Тут первично, о чем мы говорим и для чего люди нас читают, потому что если аудитория подписывается опять же на какой-то фотографии звезд массово, которые публикуются, ну окей, тогда будет постов много и мало текста. Если аудитория подписывается на какой-то экспертный контент, то скорее всего надо давать аудитории опять же экспертный контент и не мяться за количеством и делать фокус на качестве. И в принципе Телеграм это та площадка, на которой, ну, наверное, только видео как формат контента не сильно работает, потому что видео в Телеграм смотреть не скажет, что сильно удобно, это надо отдельно загружать, ждать, и потом как бы полноценно, как будто бы на сайт отдельно зайти и посмотреть видео. А вот лонгриды, тексты, ссылки, все это работает прекрасно и как бы можно пользоваться абсолютно всеми инструментами. Поэтому тут я бы говорил о том, что надо понять, о чем будет канал в первую очередь, о чем мы пишем, какая ценность для аудитории самая главная. Потому что если я пишу опять же, допустим, экспертные статьи про то, каким образом продвигаться в ВК сейчас или что-нибудь подобное, и тут начинаю срочно публиковать мемасы и делать какие-то репосты юмора, аудитория это не поймет. То есть, на мой взгляд, максимальное удержание аудитории в перспективе могут обеспечить именно те телеграм-каналы, которые публикуют не просто так. Потому что если в сторис я могу сделать 20 сторис в день и ничего как бы не случится, люди посмотрят всем хорошо, то в телеграм такого в принципе быть не может. То есть там не может быть контента ну как бы походя просто так опубликованного в нем каждом должен быть смысл. И в идеале общаться с аудиторией и устраивать вот эту вот тесную двустороннюю коммуникацию. Потому что сейчас, допустим, очень многие крыльяны стартовым успехом. Я слежу за телеграм-каналами брендов тот же, не знаю, Борг, который на старте набрал 35 тысяч аудитории, у него были замечательные охваты, все хорошо, там 30 тысяч на пост. А сейчас спустя две недели у них уже минус 5 тысяч человек отписалось. На этапе двух недель это огромная отписка. И охваты там меньше 10 тысяч считают. То есть стагнация охватов и динамики аудитории огромная. И если в обычных соцсетях у нас есть ленту новостей и алгоритм, который как бы авторы вроде не сильно любили, но по сути он был спасением многих авторов, потому что аудитория видит только тот контент, который ей интересен. Если публикуют пять постов и только один из них классный, то условно большая часть аудитории может увидеть именно этот мой лучший пост в Телеграм, увидят все мои посты, и в этом получается проблема, что я вижу каждый пост, если мне там 3-4 публикации подряд неинтересны, я начинаю читать канал все меньше и меньше, в итоге он уходит в архив, и я от него отписываюсь. То есть отписки и архив это то, с чем авторы Телеграм-каналов сталкиваются на регулярной основе, и аудитория поэтому здесь органически растет очень тяжело. Для этого по сути инструментов нет. Тут нужно понимать, что Павел Валерьевич Дуров создавал и до сих пор продолжает строить Телеграм как мессенджер. То, что в этом мессенджере есть каналы и какие-то еще доп-фичи для медиаплатформ, это уже скорее добрый жест, жест доброй воли. Да, команда Телеграм делает свой продукт очень аккуратно, и это действительно ДНК Дурова во всех продуктах. Интерфейс не перегружен. То есть, чтобы что-то найти, нужно еще знать, что это искать. И некоторые фичи, Телеги, их нету в интерфейсе, они доступны по каким-то не всегда очевидным, скажем так, юзкейсам. поэтому, но когда пользователь это все освоит, привыкнет, он уже не сможет пользоваться ничем другим. Ключевое, что отличает продукты Павла Дурова, это визуальная составляющая, то есть, прежде всего, он должен быть визуально приятен юзеру. Такой чуть философский вопрос, масса социальных сетей, и сейчас я знаю многие российские корпорации создают ответы разным ТикТокам и прочим сервисам, куда хотят засунуть буквально вот все, все сервисы, чтобы там было все, и людям кажется, что это будет успешно. А Телеграм наоборот держится своей функцией мессенджера, да, в этом успех, как ты считаешь, вот ты даже говоришь, что они не смогут использовать ничего другого, в этом есть какая-то мистика даже. Действительно, когда социальные сети, другие, мировые, пытаются запихнуть вообще все, чтобы это был там суперап, это тоже популярное слово было последние там несколько лет, прям все, все, все. Телеграм идет от обратного, он начинался с небольшой сущности, хотя на самом деле мессенджинг, то есть обмен сообщениями, это довольно важная сущность, и в любой социальной сети обмен сообщениями и картинки это две ключевых сущности любого продукта. Вот Павел Дуро пошел с того, что он стал пилить мессенджер и до сих пор пилит телеграм как мессенджер. Там появляются какие-то новые фичи только по одной причине, если это можно запихнуть внутрь продукта, не размывая фокус внимания пользователя с основной сущности, с обмена сообщениями. В телеграме можно обмениваться тяжелыми файлами между пользователями, да, их можно загружать в каналы, ты можешь использовать телегу как хранилище облачное, то есть там чат избранный, раньше это был чат с самим собой, ты мог просто самому себе кидать картинки, файлы до двух гигабайт, это вообще мало кто позволяет, и мне кажется, таких вообще нету сервисов, которые позволяют такой тяжелый контент, хранить, передавать и пользоваться еще этим всем бесплатно. Только файлообменники. Только файлообменники, и то там с какого-то момента нужно будет платить деньги, а так весь этот банкет оплачивалось там из средств Дурова, ну, так или иначе привлеченных командов. То есть для юзера, юзер ни за что за это не платит. Сколько подписано на твой телеграм-канал для стоимости поста, а кто, вернее, кто подписан на него, то есть кто его читает, если это политический канал, его там читают люди, принимающие решения в стране, ну, люди, там, рекламодатели заплатят за этот пост необоснованно, казалось бы, много денег, но для них это будет эффективно, если им даже нужно, чтобы увидел какой-то один человек. Поэтому универсального подхода тут нету, что вот там канал 200 тысяч будет продавать пост за 100 тысяч рублей, по 2 рубля за подписчика. Нет, он будет продавать за тот эффект, которого он достигнет. Как продвигать сегодня Телеграм-каналы? То есть это внутренние перепосты или есть еще какие-то методы? Вот с этим как бы основной вопрос для тех брендов и для тех авторов, которые хотят сюда прийти и срочно заработать много миллионов рублей, потому что трафик в Телеграм в принципе дорогой, он дороже, чем везде. За счет этого и реклама здесь дорогая. И сейчас стоимость одного человека, привлеченного в Телеграм-канал бренда, но она будет выше 100 рублей, 100 процентов, 100-150 рублей, иногда и больше. И набрать тысячу подписчиков даже, это уже немалые бюджеты. Инструментов привлечения аудитории по сути как бы очень мало. Это первое посево в других Телеграм-каналах, когда мы просто покупаем рекламу. Либо если уже есть какая-то аудитория, взаимный пиар, но опять же это работает не очень хорошо. Есть возможность покупки трафика из других соцсетей, которые еще остались, допустим, из того же ВКонтакте, но опять же это будет стоимость достаточно высокой, потому что аукцион там сейчас перегрет. Есть как бы таргетированная реклама внутри Телеграм с возможностью продвигать свой Телеграм-канал или бота, но там бюджет от 200 тысяч евро сейчас в моменте надо как бы занести. И, по-моему, все реселлеры перестали принимать оплату, то есть кто успел, тот и съел. Либо это трафик извне, то есть статьи, медиа постоянно, допустим, на крупных площадках авторы пишут условно-экспертные материалы, подписывайся на мой Телеграм-канал, потому что тут интересно таким образом привлекая в себе аудиторию. Есть еще репосты, но далеко не во всех категориях авторы готовы их делать. То есть, опять же, та же мода, там в целом есть какой-то пул дружественных Телеграм-каналов, которые между собой делают постоянные репосты, и таким образом тоже прирастают. В моей маркетинговой среде практически никто такого не делает. Это очень редкая ситуация, когда действительно крупные Телеграм-каналы могут репостнуть друг друга, это как бы всем жалко. Поэтому источников трафика кроме прямой рекламы нет, потому что люди в поиске ищут не так уж и хорошо, немного, и только из внешних каких-то медиа. Ну, допустим, у меня в основном Телеграм-канале 75 тысяч человек читают, по-моему, в моменте сейчас. И на это ушло, ну, там, больше пяти лет. Ну, именно продвижение, развитие, хотя там бесплатных бюджетов. У моего коллеги, допустим, Семена Ефимова из русского маркетинга, 140 тысяч человек, он потратил миллионы рублей на продвижение. И при этом прийти сейчас с нуля и создать какой-то аналогичный по размеру аудитории, по качеству аудитории канал, ну, очень будет тяжело и очень много денег на это надо будет потратить. И когда мы сравниваем тот же заблокированный Инстаграм, в котором 100 тысяч человек, ну, у кого их не было, как говорится, 100 тысяч подписчиков, один гиф, и вот у тебя уже есть тысяч человек. И Телеграм, то цифры принципиально отличаются по сложности и по дороговизне. Поэтому Телеграм это сложная площадка, в которой сейчас могут реально какие-то формировать свои каналы люди, которым есть что сказать. То есть это эксперты, какие-то просто интересные, знаю, блогеры, которые действительно у них, назовем так, Севербит, хочется поделиться. А бренды или просто прийти по-быстрому заработать или какую-то создать альтернативную площадку, скорее всего, не получится. Надо было раньше это делать. Паблики с кружочками в Телеграме, это и есть те новые возможности, про которые мы слышим последний месяц, потому что их развелось огромное количество? Это был резкий взлет, очень интересный опыт, и это действительно креатив, круто получилось, но следить за этим нон-стопом дальше как бы невозможно. Это очень похоже было на Клабхаус, когда мы все посидели там в феврале или марте три недели без работы и все там сидели, голосовые писали, а потом как будто оно все ушло. И вот кружочки были уже давно, просто здесь была именно специфика кучи медийных интересных людей, которые обменивались какими-то сообщениями, это такое вау, это прямо я подглядывал в дырочку за ними. И пошли все массово за ними повторять. Каких-то успешных примеров повторных после этого я вообще не видел. Ну, побаловались, побаловались и закончилось. Опять же, это кружочки неудобно смотреть в Телеграм. Ты должен сконцентрированно смотреть вот прямо сейчас, потом там ждать переключения и что-то еще. Это не тот формат контента, который реально на ходу можно классно потреблять, и если представить, что большая часть Телеграм-каналов начнет такое публиковать, ну, я сойду с ума. А если мне придется вот каждый раз такое смотреть. Возможно, Телеграм включит какие-то сторис или что-то подобное, и вот там будут как раз кружочки. Было бы прикольно опыт реально. Но это отдельный формат контента. Но в ленте не надо много этого делать. Не так давно все заговорили о новой российской соцсети, аналоге заблокированного в России Линкедина Тенчат. Тенчат – это B2B-соцсеть новая, которая появилась еще в прошлом году, то есть она не появилась вот тут после 24 февраля, она развелась уже достаточно давно, но вот как раз-таки в начале марта пережила большой бум аудитории экспертов, которые пошли искать какие-то новые площадки для себя. Интересная площадка тем, что у нее лента новостей, которая чем-то похожа на TikTok, назовем это так, то есть она строится на твоих подписках и на рекомендациях, и ты на старте выбираешь, какие темы тебе интересны. Соответственно, когда я дальше публикую любой контент, я выбираю, к каким темам он относится, и уже дальше алгоритм выбирает из постов на определенную тему публикации, которые заслуживают массового внимания или нет. Сейчас ее аудитория оценивается примерно в миллион человек ежемесячно, и охваты у постов, ну, я вижу регулярно 50 тысяч на пост, 100 тысяч человек увидели пост, то есть она очень вирусна, и там, по сути, нет лайфстайла, то есть туда приходят эксперты бизнес, что-то между собой обсудить, там есть бизнес тиндер, когда можно устанавливать деловые связи, какие-то внутренние бизнес-инструменты, там, тендеры, гос, какие-то закупки и прочая история, и там ты авторизируешься, опять же, через свой ИНН, то есть ботов, как таковых, ну, я не видел, и, возможно, их вообще не будет на этой площадке, потому что все, как бы, понимают, либо где ты работаешь, либо какой у тебя ИП, и вот в этом получается такая прелесть, то есть туда пришли люди, которым интересно пообщаться друг с другом, контент не всегда суперкрутой, но, опять же, как в разных соцсетях, все зависит от тебя, и она сейчас переживает такой стартовый бум, если дальше подключат туда HR-функции для поиска сотрудников, потому что там пока, как бы, по сути, в большей части все сосредоточено на твардинге, если там будет развитие HR-направления, то, по сути, мы можем получить второй LinkedIn, только локальный, с российскими сервисами, и он имеет все потенциалы для этого, но только веб-версии, нет, тоже грустно. А есть ли там монетизация? По монетизации в Тенчате еще не успели ничего прикрутить, они вроде бы как начали разрабатывать рекламный кабинет, хотя на старте, по-моему, не планировали. Сейчас там есть премиум-аккаунт, который еще можно получить, пригласив, по-моему, 15 человек в платформу, потом его можно будет только купить за деньги. А вот для авторов, ну, по сути, я не видел пока еще ни одного платного размещения или чего-то подобного, не слышал, но я думаю, что все впереди, то есть аудитория там накапливается и если подумать, что ты собираешь вокруг себя только другую бизнесовую аудиторию, маркетологов, специалистов, то потенциально охваты в этой платформе могут быть достаточно дорогими. Ну, потому что они прогретые, да, очень целевые контакты. Ну, и это очень специализированная аудитория, очень узкая аудитория, то есть такую аудиторию, но опять же, только подкасты можно найти. Из-за проблем с перемещениями по миру у россиян элитные тренажерные залы тоже заметили рост внимания к себе. За границу не полетишь, а развлекаться и бороться со стрессом как-то надо. В нашем выпуске про будущее люкса об этом говорил генеральный директор World Class Николай Прянишников. Эту же тему мы обсудили с основателями Brothers Boxing Club Артуром и Сулейманом Махмудовыми. Они заметили, что проблемы и сложности сейчас у всех, конкуренция вскоре будет на очень высоком уровне, но клиенты все равно есть. Люди приходят больше за атмосферу. Снять стресс, там пообщаться, отлечься от всех своих проблем, дел каких-то. И я думаю, у нас не будет каких-то проблем с этим, потому что к нам люди стали еще больше ходить, которые ходили еще чаще. конкуренция будет огромной, конкуренция будет очень большой. Ну как вы думаете, много сейчас залов в Москве закроется? Я думаю, сейчас нет, сейчас нет, потому что сейчас все-таки весна, подготовка к лету, люди стараются посещать залы, сейчас нет. Но думаю, вот летом, летом, думаю, начнутся определенные сложности. Вы пробовали какие-нибудь новые рекламные инструменты, как я понимаю, у вас Instagram, одним из главных был... Рекламные, сейчас сложно сказать, это... Мы пробовали все, скажем так, мы пробовали все, но непонятно, что работает. Непонятно, что работает. Ну, как бы они, люди где-то сидят, что-то смотрят, вот пока непонятно, где именно искать. Те, кто найдут, я думаю, тут в итоге. О том, как сложившаяся ситуация повлияла на бизнес, мы поговорили с Юрием Веленским и Натальей Семиной, создателями стартапа HelloMove, компании, помогающей россиянам с переездом за границу. Как сложившаяся ситуация сказалась на вашем бизнесе? Ситуация сказалась сильно. У нас вырос просто... Ну, я могу простую цифру, в принципе, привести, которая все объяснит. С января по март рост нашей выручки месячный 500%. Я думаю, что это такая цифра, которая все объясняет. А кто в основном хочет релацироваться, сменить место жительства? Потому что по первой неделе это были IT-специалисты в основном, и мы делали выпуск, про это на нашем канале есть, можете посмотреть. Что сегодня? В принципе, то же самое и осталось. Это IT-специалисты, это предприниматели, у которых уже есть действующий бизнес на территории России, и стартаперы, которые хотят уехать, у которых есть идеи, у которых есть стартапы, MVP-стартапы. Ну, фрилансеры еще, очень большое количество фрилансеров, особенно те фрилансеры, которые работают с зарубежными компаниями, которые теперь просто не имеют возможности получать оплату за свои услуги, потому что раньше у них были ИП, они были самозанятыми или вроде того. Теперь просто канал трансфера денег из США, Европы в Россию закрыт, поэтому им приходится часто ревоцироваться для того, чтобы иметь возможность просто получать деньги за те услуги, которые они оказывают. А глобально переезжать стали все, у кого есть такая возможность. То есть все люди, которые раньше, у которых были какие-то возражения, у которых что-то держало, сейчас этих возражений больше нет, и сейчас все принимают активные действия. Сначала с 24 февраля, где-то в первые две недели, у нас, конечно, был огромный скачок посетителей сайта, 1700% плюс, то есть рост клиентов у нас был в 6 раз. С точки зрения продуктов наших есть два изменения. Первое, это мы в декабре прошлого года начали думать о создании карьерной платформы, то есть не просто там какого-то курса, как найти работу за границей, а мы хотели прямо инструмент, хаб, где можно найти кучу ответов на вопросы, где есть тимплейты документов, где есть какие-то примеры писем, где есть инструменты, которыми можно пользоваться во время поиска работы. И вот на основе более 2000 кейсов наших успешных и четырех лет опыта работы мы начали разработку с UX-дизайнером как карьерного хаба нашего, мы его так называем. И вот с 24 февраля поняли, что это было самое лучшее решение, потому что с изменением курса рубля, с визой, мастер-кад, ситуацией, когда люди не могут оплачивать наши пакеты, то есть у нас пакеты начинались тогда с 800 фунтов и до там 3,5 тысяч. Мы поняли, что это не в процентном соотношении поменявшиеся ситуации, когда большинство теперь людей, которые хотят переехать, а не те, кто уже живут за границей, для них оплата наших пакетов, она становится практически невозможной. Поэтому карьерный хаб и карьерная платформа вариант «сделай сам» он очень был вовремя, поэтому у нас просто пакеты стали более доступными, переформировав их наполнение. И второе направление это один продукт, о котором мы вообще не думали, не планировали в 2022 году, это помощь с получением визы Global Talent в Британию. Мы, как карьерные консультанты, безусловно, постоянно сталкиваемся с вопросами о получении рабочей визы. Рабочих виз много в разных странах и здесь Global Talent была всегда одна из них. Мы, конечно, можем консультировать по ней только в рамках карьерного консультирования и то, что мы знаем, мы не юристы, поэтому обычно мы всегда работали в паре с юристами, которые помогали с юристической стороне, а мы помогали с точки зрения документов, написания их и так далее. Что такое виза Global Talent? Это виза для талантов или тех, у кого есть потенциалами стать, кто позитивно может повлиять на экономику в Британии. Есть разные направления этой визы и виза очень крутая, можно работать на кого угодно, нет никаких привязок к работодателям, хочешь работать на три компании, на две, хочешь открывать свой бизнес, вообще все, что угодно можно на ней делать. Реально, с точки зрения поиска работы, если получает человек Global Talent, ему намного легче потом переехать и найти работу в Британии. Вы думаете, ой, господи, это просто какая-то пафосная, сложная виза, наверное, ее можно получить только разработчикам. Абсолютно не так, у нас есть опыт получения этой визы маркетологами, продакт-менеджерами, даже HR-ами. А вообще русским специалистам рады сейчас за рубежом, потому что мы слышим про русофобию, про подобные вещи? Я не могу сказать, что если мы говорим про высококвалифицированных специалистов, то в их адрес идут какие-то русофобские настроения. То есть в этом смысле я не могу сказать, что ситуация сильно изменилась. Ситуация чуть-чуть изменилась на уровне государственных учреждений, просто потому что зачастую чиновники не совсем понимают, как действовать в сложившихся условиях, а в целом мы не сталкивались с какими-то русофобными настроениями в сторону российских IT-специалистов, например, или высококвалифицированных специалистов. И клиенты наши тоже не сталкивались. Я могу сказать, что я вот сейчас нахожусь в Риге, это столица Латвии. Казалось бы, ну, по стереотипному общему мнению, антироссийская страна, но тем не менее я здесь не испытываю никаких проблем, я не заметил никаких изменений, и в принципе те люди, которые переезжают, ну, наши во всяком случае клиенты, а наши клиенты, как правило, высококвалифицированные специалисты, никто с такими сложностями не сталкивается. Какой запас прочности вот у предпринимателя должен быть для переезда в Европу? Сколько это может обойтись, там, стоимость жизни сегодня? 20 тысяч долларов, 30, 40? Ну, я бы сказала, что чем больше, тем лучше, ну, я бы, наверное, порекомендовала вот тысяч 15 минимум иметь для того, чтобы все равно нужно будет снять квартиру, да, все равно нужно будет какие-то расходы на территории страны, это типа страховки, открытие счета, то есть 15 тысяч, да, это, наверное, минимум, комфортный минимум, потому что можно, конечно же, и вообще без всего поехать, да, это зависит от амбициозности человека, зависит от его каких-то навыков обходить проблемные маршруты, да, но в целом 15 тысяч, я думаю, это будет норма. Спойлер, мы с Наташей переезжали, сколько у нас было? Полторы? Полторы тысячи на двоих, да, у нас было. Офры выдают, визовая поддержка есть, люди подают на визы рабочие и в России, и вот если находятся в других странах, поэтому, в принципе, здесь никаких проблем нет, более того, целый ряд крупных компаний готовятся к так называемому Fast Track Recruitment, то есть компании сейчас будут специально организовывать такой ускоренный, упрощенный процесс найма для россиян в том числе, потому что борьба за талант и сейчас огромное количество недостатка специалистов по всем странам, не только IT, куча других профессий в том числе, и компании готовятся принять их очень активно. Сначала скажу, что где-то 60% наших клиентов это специалисты с 3-15 годами опыта работы, то есть средний возраст наших клиентов сейчас 30-35 лет. У нас есть, конечно, executives, которые там с 20-ю плюс годами опыта работы, но большинство это вот молодые, амбициозные, классные ребята, кстати, большинство из них девушки, которые получают визы и с собой привозят мужей. Если говорить по индустриям, то есть в каких индустриях наши клиенты, которые к нам обращаются, то, наверное, вы подумаете, 70% это айтишники, разработчики, абсолютно не так. У нас очень большой разброс по индустриям, 27% есть айтишники и инжиниринг, то есть это вот такие инжиниринг профессии. Дальше идет 17% маркетинг, достаточно большой класс, сюда входит и коммуникации, и продукт маркетинг, и пиар, и диджитал пиар, и SEO, аналитика, все, что связано с околомаркетингом. Следующий по кластеру это 11% это продажи, работа с клиентами, потому что это тоже очень популярное направление среди разговорящих. И дальше идет консалтинг, финансы, юриспруденция, HR, уже куча-куча всяких индустрий, более маленький процент. А в университеты сейчас европейским русским студентам вообще возможно попасть? Конечно, конечно. Единственный затык сейчас это то, что нужно сдать экзамен IELTS, и с этим есть определенные сложности, потому что IELTS не всегда можно сдать в России, еще нельзя сдать в России, поэтому нужно куда-нибудь ехать, что-то с этим придумывать, но глобально поступить можно. И в принципе ничего не изменилось в процедуре поступления. Как можно было учиться бесплатно во многих странах, так и сейчас можно. То есть, да, юридически никаких ограничений на прием студентов с российским паспортом их нет. Неворцы. Как вы думаете, Михаил, мы можем сделать второй Макдоналдс, или это не имеет никакого смысла? Можем, и я на самом деле много лет последних там пять, как минимум удивлялся, почему топ-менеджеры Макдональдса не пытаются создать свой бизнес. То есть, они же владеют полностью инструментарием, то есть, добавив инвестора, и маркетологов у нас достаточно, и в том числе инвесторы могут в этой роли выступать. В целом, они могли бы создавать конкуренты, но почему-то, ну, вы знаете, человек всегда идет, и предприниматель тоже самым простым путем. Зачем изобретать велосипед, если ты топ-менеджер российского Макдональдса, у тебя зарплата шестисемизначная, и идти на риск, и тем более выступать против такой мощной корпорации. Вероятность успеха вообще ресторанного бизнеса, она не очень высокая. Ресторанный бизнес, он один из самых рисковых. Вот в оценке банков ресторанный бизнес занимает одно из последних мест по привлекательности и инвестированию. В этом смысле, конечно, очень тяжело решиться и государству, и банкам на поддержку малого-среднего бизнеса в ресторанной сфере, потому что риск пролета, он очень высокий. Вы не собираетесь как-то расширять концепцию Теремка, может быть, бургерную историю какую-то запускать? Мы достаточно, у нас меню, оно такое немножечко международное даже, как таковых русских блюд в меню раз-два я обчелся, то есть, ну, например, там борщ, да, а, например, уха, она даже у нас по-фински называется, гороховый суп с копченостями, ну, сложно сказать, что это русское блюдо, это просто современная кухня, мы называем русская, в Америке с этим же меню можно было сказать, что это современная американская кухня. В этом смысле мы открыты для новых идей, но, чтобы не было какой-то внутренней конкуренции, конечно, мы сосредоточены на блинах, но тоже факт, интересные блины у нас составляют в продажах около 40%, то есть, это, возможно, для кого-то будет откровением, потому что те же супы, салаты, вторые блюда, они, без них теремок бы не смог вообще работать, то есть, концепция не настолько проста, как кому-то кажется, что это вот блинчик и кофе и все, это и супы, это и вторые блюда, и это комбинация обеда полноценного, это и сложная линейка большая собственных напитков, и все это по капельке собирает по песчинке вот весь этот, так сказать, образ теремка. Неворцы. К вам сейчас можно на работу устроиться? Вообще много вакантных мест? Столько веб-разработчиков у нас уехало, столько разных агентств позакрывалось, да и просто множество людей без работы. Вконтакте ищет таланты. Конечно, ищем, мы их регулярно публикуем в разделе вакансии, конечно же, это можно посмотреть и на том же хэдхантере. На момент монтажа этого выпуска на хэдхантере было около 500 открытых вакансий в ВК. Сокращения зарплат не было у вас? Наоборот, у нас была индексация всех сотрудников за март месяц включительно. Есть какая-то статистика по приросту блогеров? Кто пришел на площадку? По приросту, ну, растем мы реально по всем направлениям. На треть, значит, у нас выросли ежедневные просмотры ленты. Примерно на 50% выросли просмотры видео и клипов. Дневная отметка у нас в марте преодолела планку в 50 миллионов пользователей и месячная уже в 100 миллионов пользователей. По части просмотров коротких видеороликов они у нас превысили 1 миллиард в день. Ну и, конечно же, касаемо числа блогеров, то их количество на нашей платформе выросло по сравнению с перволем аж в 4,5 раза. Вконтакте не собирается делать разворот на восток, разворот на мир, мировую экспансию проводить? Ну, вообще, аудитория как раз-таки ежемесячная, о которой я говорила, эти 100 миллионов человек находятся по всему миру. У нас на сайте порядка 90 разных языковых версий. Мы, естественно, делаем все возможное, чтобы наши продукты были удобны пользователям вне зависимости от их местоположения. Недавно, например, запустили функцию автоматического перевода постов в сообществах с русского на английский язык. Это мы рассчитываем поможет нам привлечь пользователей из разных стран познакомиться с уникальным русскоязычным контентом. Для самых интимных переписок ты тоже Вконтакте используешь? Я использую Вконтакте абсолютно для всех видов переписок, скажу тебе так. Говорят, Вконтакте могут подглядеть одним глазком. Никто не может подглядеть. Мы очень бережно относимся к персональным данным наших пользователей. Единственная возможность, при которой это может произойти, только если будет решение суда и, собственно, последующий запрос от органов в иных случаях. Если еще у пользователя подключена обязательно двухфакторная аутентификация, его данные точно находятся в безопасности. Но сможет ли ВК заменить заблокированные в России соцсети? Заменить Инстаграм быстро очень сложно. Я бы даже сказал невозможно. Все-таки это большой ресурс, высоконагрузочный. Вконтакте мог бы это сделать. Вконтакте все это время пилился хорошей командой. Это качественный продукт, это действительно не стыдный российский продукт. и та команда, которая его делает, она продолжает как-то правильно сказать, исповедовать те принципы идеала построения продукта, которые были заложены основателем. Если ты посмотришь, визуально это до сих пор приятный быстро работающий продукт. Сможет ли он заменить Инстаграм? Я думаю, что нет. На текущем этапе развития. Есть несколько причин, почему этого не может быть. Во-первых, ВК большой. Инстаграм все-таки это только лента. У тебя на стартовом экране лента с фотографиями. Да, там есть сторисы, прямые эфиры, видосы и реклама, но в целом это однородная лента, и там не подмешиваются, например, текстовые посты. А ВК это такой большой комбайн всего. И последние несколько лет ВК вообще Mail.rGrupp, которая теперь уже в ВК, делала из ВК суперап. Которая теперь уже Сагас. Которая теперь уже Сагас, Газпром, да, я уже забыл, кто там сейчас бенефициарный владелец, но не соль. Он пилился как суперап. Это азиатская модель, когда нужно запихнуть все в одно приложение, в один продукт. Насколько она сейчас себя оправдает, посмотрим. потому что там добавили и заказ такси, заказ еды, там как раньше можно было слушать музыку. У сервисов мета, например, мессенджинг, вообще Facebook выделил мессенджер в отдельное приложение, ты не можешь в основном приложении обмениваться сообщениями, он тебя перекидывает в отдельный мессенджер. Есть еще WhatsApp, а для картинок можешь использовать Instagram. Вот их модель понятна, она заслужила успеха, в Азии заслужили успеха мультиапы, куда все засунули, а мы где-то посередине, и по какому пути пойдут наши IT-продукты, надо смотреть. Нам повезло, что у нас скажем так похожие с американскими продуктами есть свои, у нас есть своя поисковая система, своя почтовая система, свои социальные сети. Мало какие страны, да в общем-то их практически нету, наверное, кроме Китая, кто может себе такое позволить. У нас к сегодняшнему дню этот цифровой суверенитет худо-бедно сохранился, и от того, что Google, Apple будут, ну ладно, Apple нам сложно воспроизвести, наверное, Facebook, Google, вдруг, внезапно, этого бы не хотелось, но будут забанены, они сами отключат Россию, или мы их отключим, то что-то у нас останется, и в общем-то неплохого качества, нужно сказать. Когда теряется доверие, например, к классическим финансовым системам, люди все больше и большую часть своего капитала переводят в криптовалюту, чему мы, конечно, не сказано рады. Насколько я понимаю, у Binance сейчас просто невероятный рост, потому что, ну, Forbes выкатил, глобальный Forbes выкатил новый рейтинг, и состояние CZ за прошлый год 1,9 миллиардов долларов, а за 2022 год в 34 раза больше, 65 миллиардов долларов. Как у вас рост в 34 раза или как это вообще? У тебя изнутри вот есть ощущение, что компания выросла в 30 раз, например, или что есть возможности для роста в 30 раз, я не знаю, сколько у вас работает сотрудников? Работает несколько тысяч, там, больше 5000 сотрудников работает, ну, и огромное количество вакансий, я не знаю, по-моему, совсем недавно я смотрел на портале вакансий, было около 800 новых позиций, и, ну, кажется, что, учитывая, опять-таки, если вернуться к цифрам, что всего 3% мирового населения так или иначе владеют криптовалютами, и, как правило, это меньше 10% их общего капитала, то есть 0,3% денег в криптовалютах, и учитывая, как индустрия развивается, какими темпами развивалась до этого, ну, мне кажется, потенциал большой, ну, поэтому сложно делать конкретные прогнозы, но кратный рост, я считаю, что потенциально возможен, не вижу препятствий серьезных для этого. Не форцы. Но есть ли факторы, мешающие российским игрокам развиваться? Для того, чтобы что-то развивать, нужно иметь финансовый ресурс. И второй момент, это то, что касается лизинга, да, очень многие компании использовали лизинговый инструмент, а в лизинге в подавляющем большинстве договоров плавающие ставки, которые как раз привязаны к ставке рефинансирования, то есть сейчас даже вот в условиях пересмотра ставки рефинансирования лизинговая нагрузка резко возросла. Плюс все российские игроки одномоментно зарубежных партнеров, это может быть товар, который для перепродажи, это может быть сынгрио, ингредиенты, комплектующие, все что угодно. Они раньше получали этот товар по предоплате и, как правило, еще и там имели удобные логистические решения, когда товар, условно говоря, они могли серии там получить, например, уже в российском порту или вообще как бы в принципе с доставкой некое комплексное решение. Сейчас ситуация принципиально изменилась. Уже там с самого конца февраля все международные контрагенты при работе с Россией, это даже отдельно от санкций, совершенно отдельная история, они перешли с России на работу по предоплате. Более того, предоплата осуществляется не только за сам товар, но и за логистические услуги, если они оказаны. И второй момент, еще в ряде случаев как бы логистические услуги эти не оказываются, потому что в принципе есть большие риски, что товар может по той или иной причине не доехать. Вот в принципе там абсолютно аналогичная ситуация, там Порт-Роттердам, один из ключевых, двух ключевых контейнерных портов Европы, там несколько тысяч российских контейнеров в ожидании досмотра застряли, то есть компании их оплатили товар, оплатили перевозку, оплачивают хранение, но сейчас этот товар хранится там, пока его весь там переопломбируют, осмотрят, и плюс за каждый контейнер еще нужно там до тысячи евро заплатить за то, чтобы его вскрыли, досмотрели, проверили, что там нет пансенционных товаров, и его можно отправлять дальше. То есть вот это вот то, на что сейчас вынуждены тратить свой оборотный капитал как бы нашей компании, да, то есть по сути дела у них сразу мгновенно оборотный капитал схлопнулся, потому что раньше была определенная там дебиторка, с которой как бы можно было работать, после этого эта дебиторка, она соответственно как бы разово задолженность, как бы ее нужно погасить, вот, соответственно как бы и плюс сделать еще предоплату, а возможно в каких-то случаях сделать две предоплаты, потому что одну предоплату сделать основному поставщику, с которым работали всегда, который поставлял что-то из Европы, а второму поставщику там условно говоря заплатить какому-то индийскому или китайскому, который должен что-то заместить. Поэтому в данном случае получается конечно у российских компаний сейчас аппетит к каким-то проектам и захвату рынка, который ну казалось бы там международные игроки в каких-то случаях освободили, ну к сожалению этого аппетита нет, потому что думают немножко о другом, думают о выживании. Но проблема в том, что у значительной части, если не у большинства российских компаний все-таки основное оборудование импортное, которое стоит, это оборудование европейское, это оборудование американское, это оборудование достаточно высокотехнологичное, которое требует профессионального сервисного обслуживания и которое требует поставок комплектующих. И вот сейчас там критическая проблема будет связанная с тем, что у нас скажем так через несколько месяцев, даже несмотря на то, что был легализован параллельный импорт, что действительно надо признать правильное решение, неизбежное сейчас как бы решение, потому что хотя бы таким способом нужно насыщать наш там товарный рынок. Но на самом деле как бы вопрос будет очень серьезный, потому что просто-напросто, когда оборудование начнет ломаться, у него нет сервисного обслуживания, а у него нет оригинальных комплектующих, значит, соответственно, как бы нужно что-то делать там альтернативное, и это, конечно, приведет к тому, что проблема с обеспеченностью российским, скажем так, российской промышленности с теми или иными просто производственными мощностями, вот, она выйдет на критически как бы жесткий как бы уровень, да, то есть по большому счету то работают три линии, ну, соответственно, начало что-то ломаться, начинаем одну линию разбирать, чтобы две линии продолжить ремонтировать. В каких-то случаях мы сейчас видим, что многие игроки просто из-за проблем с сырьем, из-за проблем с теми или иными ингредиентами вынуждены временно приостанавливать там производство, да, потому что производство в ряде случаев непрерывно, его если ты остановил, то это сразу следующая история, это капремонт, поэтому хотя бы, чтобы там в условиях дефицита сырья как-то продержаться, начинают как бы чуть-чуть ограничивать мощности и так далее. То есть, это товарный дефицит. В этом товарном дефиците кто является как бенефициарами, кто является бенефициарами этой истории? Ну, конечно, как бы серьезными бенефициарами будет некоторое время те, кто умеет чинить станки и оборудование. То есть, сейчас будет огромный спрос на механиков. Российская промышленность будет нанимать специалистов, которые могут там работать, поддерживать жизнеспособность оборудования в очень больших количествах дополнительно. Это как бы вот та история, которая будет просто неизбежная, даже с учетом того, что, понятно, какие-то комплектующие плюс-минус там альтернативы удастся найти. Вам пришлось как-то адаптироваться по зарплатам, сокращения какие-то проводить в теремке? Нет, мы, более того, мы ведем очень интенсивный наим. Даже вот из московского правительства запрашивали, какое количество сотрудников вы готовы принять на работу, мы дали данные, что порядка, вот в Москве порядка 600 человек мы готовы принять на работу. Как вам ощущение того, что сейчас у вас вообще бизнес прет? На самом деле, мне кажется, здесь нужно сказать очень такую фразу, которая постоянно звучит, что кризис это время возможностей, и здесь важно, как люди используют эти возможности. Не важно, наш бизнес, другая какая-то ниша. Мне кажется, что действительно в такие периоды турбулентности, если хорошо сесть подумать, то любой бизнес можно вывести на какой-то новый виток развития. То, что сейчас происходит, и то, что у нас идет рост, на мой взгляд, это хорошо, потому что мы помогаем людям исполнить свою мечту, мы помогаем амбициозным людям реализовать себя, и мне кажется, это хорошо. Да, у большого количества людей, которым мы помогли переехать и помогаем сейчас, мы помогаем сделать так, чтобы их жизнь сложилась по-другому, чтобы те вещи, которые для них в данный момент заблокированы, по факту находятся под запретом, чтобы они снова были открыты. Я, например, могу по себе сказать, я амбициозный человек, мне важно развиваться. Смог бы я сейчас развиваться при текущей ситуации, не очень понятно. В Европе ты точно сможешь развиваться, и у тебя особых ограничений не будет. И для многих людей это комфортные науки, это качественное образование для детей, это высокий уровень жизни, и это самая главная возможность работать с европейскими контрагентами, которые сейчас они, к сожалению, не имеют. отец. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!